друзья всем доброго времени суток я начинаю свой день начиная с того что поставлю в мультиварку тушиться говядину хочу приготовить либо плов либо что-то картошку потушить я уже она у меня промытая и я отправляю в мультиварке на режим тушения ставлю на полтора часа потому что все говядина пускай будет помягче и сегодня решила навести порядок своих нижних ящичках на кухне ну как вот в этих выдвижных и в одном боковом ящики потому что под раковиной я уже наводила порядок красоту и где кастрюли стоят у меня там в принципе все чисто и все в порядке да и здесь не сказать чтобы бардак просто хочу все как следует сложить протереть сами полочки шкафчики и чтобы было чисто не и повыкидывать то что мне не нужно вот ну в принципе приступаю не получилось у нас к сожалению спланировать кухню так чтобы ящики вот эти вот выдвижные вообще планировала что у меня весь нижний как бы ряд кухонный будет выдвижных ящиках но девушка проектировщик сказала вам это сделать нельзя так как кухня очень маленькая и еще плюс у вас духовка занимает место и морозилка стоит морозилка у нас занимает 90 сантиметров она в ширину 90 сантиметров по и 90 70 что то есть ну тоже полноценный ящик до можно было сделать и получилось сделать только вот эти ящички их 3 и они очень узенькие и туда я думала что у меня там будут хранить допустим столовые приборы они стоять в подставке возле раковины но к сожалению не помещается туда ни лоточки вот то у меня помню получилось вместить полотка вот который стоит сверху на столешнице ну я там храню всякую такую кухонную мелочь пакеты открывашки такое что на постоянной основе не всегда надо но должно быть непосредственно под рукой во втором ящичке у меня лежат полотенца кухонные фартуки и пакетики для заморозки я их использую а в самом нижнем ящике у меня находится в основном все то что касается работы с тестом там скалки весы мои блокнотики которые записываю рецепты формочки для выпечки вот все такое и постепенно начинаю здесь наводить порядок все протерла и сейчас буду перебирать а здесь еще вот поджиг у меня лежит так как я варю собаке большую кастрюля и варю дома у меня кастрюля из алюминиевая и она не подходит кондукционной к моей плите то есть не видит я достаю газовую плиточку и у меня как поджиг сломался и я поджигаю зажигалка вот тут же у меня безмен кстати хороший безмен наш на 25 килограмм вот колубенький лежит сверху выкидываю вот это вот точилку для ножей она уже все функцию свою как следует не выполняет у меня осталась точилка от икеи хорошая точилочка и уже лет наверное куда четыре и она хорошо точно ножки а вот это вот точилка фигня фигней но лежит также штопор ой девочки вино не пила уже наверное вообще вообще алкоголь не пила 4 м 4 месяца надо как-нибудь с подружкой собраться посидеть поболтать воронку воронку использую для того чтобы наливать моющее средство в дозатор который установлен в раковине и чтобы наливать масло растительное вот очень удобно вот эта штучка черную повертела в руках я знаю что она от мультиварки но я не знаю к чему она туда и выкинуть вроде как жалко потому что вдруг выкину и она вы я пойму для чего она нужна и вроде как и и она валяется без дела кухонный ножик такой рифленый здесь тоже у меня открывашка такая то что ну банки консервные открывать вот здесь порядок мало-мальски так на тела перри перебрала что как говорится складываем второй ящик пакетики эти кстати вот самые удобные пакеты кто бы что не говорил но вот это самые удобные прочные пакеты и я их использую несколько раз ну конечно после зелени я могу использовать после моркови натертой заморозки использую после ягод после мяса я не использую я сразу выкидываю после мяса после фарша вот а так они прямо очень долго служат очень хорошего качества мне очень они нравятся складываю полотенчики такую корзиночку корзинка неудобная потому что у нее есть такие бортики знаете которые выходят за ее границы и занимают больше места конечно можно купить другую корзинку ну зачем если уже есть вот все складываю вот кстати вот то есть сейчас убираю в правый угол такие пакетики которыми накрываю допустим в чашу что-то замешала да и накрыть и и и же использую для тогда когда наношу маски на волосы ну как типа знаете пакет на голову до надеваем вот я их использую такие одноразовые штучки понимаю что не экологично но очень и очень удобно складываю свои фартыки сверху прихватки и с этим шкафчиком тоже у меня порядок и чистота красота ну и что касается третьего ящика как я уже говорила здесь у меня в основном все что касается работы с тестом с выпечкой вот у меня старый блокнотик в котором я начинала записывать рецепты и не все переписала в новый блокнот и оставила все равно этот маленький блокнотик а мы уже вот еще лет наверное вот но здесь у меня в этой корзиночке все хорошо все в порядке силиконовые формочки здесь тоже убираю он вот очень удобно молодцы все-таки люди которые придумывают такие вещи для кухни да не только для кухни много полезных вещей когда заходишь магазин всяких вот разных мелочей где там корзиночки всякие да там лопаточки все прочее же глаза разбегаются и хочется срочно все приобрести тебе кажется что тебе все это надо но на самом деле тебя все это есть и пользуйся тем что есть протираю весы весы покупала когда-то светофоре за 400 рублей вот хорошие весы это у меня такой набор там кондитерский шприц именно профессиональный и насадки на него в редко пользуюсь но как бы в основном беру если что-то делаю с кремом у меня одноразовые такие пакеты ну в этот есть пусть будет у меня еще есть набор от мамульки остался набор для кливинг кливинг по моему называется когда вырезают из фруктов овощей такие красивые узоры на них делают или карвинг кливинг не помню вот в таком чемоданчике я как-нибудь вам покажу очень красивый и он ли тоже лежит без дела и там даже дискета есть на которой диск точнее на котором записаны там мастер-классы как все это пошагово выполнять как там разрезать красиво арбуз или вырезать на нем узоры такие красивые но хорошая штука но она мне не нужна вот здесь показываю наклеечки у меня на яйца и выкинуть жалко вообще такие вещи вот дальше этого буду убираться и найду знаете такие полосочки пасхальные тоже их скручивают как колечко делают да и подставочки для их вроде они мне не нужны но и выкинуть как-то у меня рука такие вещи не поднимается опишите а как вот у вас и также когда вот ремонт сейчас сделали у мамы большая такая икона висела на стене виде коврада дева мария вот и она вроде как нам и не нужна и выкинуть конечно же не выкину ни в коем случае в церкви она не нужна потому что это все-таки ковер а там свечи и все такое прочее это пожароопасно и куда ее деть я не знаю складывать и уносить куда-нибудь там сайте в гараж ну тоже как-то потому что она красивая все таки как мне поступить вот тоже вопрос как-то знаете внутри такое чувство нехорошее как чувство какого-то предательства что ли или это просто мои заморочки не знаю и вот показываю что коврик у меня прохудился надо покупать но как прохудился я его сама порезала вот надо покупать новый коврик ну все и в этом ящичке у меня порядок сейчас разберу утварь кухонную тут тоже там лопатки надо перебрать кое-какие вот тоже лежат в лопатке не лопатки а всякие такие штучки дрючки допустим нож для пиццы не так уж я часто делаю эту пиццу но когда делаю он как бы нужен не уберешь его не выкинешь также когда готовлю вареники леплю вареники но я в основном как леплю я раскатываю колбаску и нарезаю такие шайбочки а вот взяла купила вот эту штуку которая знаете раскатываешь круглый такой большой пласт и прокатываешь и короче у тебя кругляши уже готовые получаются вроде как и тоже она мне особо не нужна но лежит ждет знаю второго пришествия наверно так вот складываю шумовка кстати вот это вот очень удобно мне нравится доставать вареники пельмени да и вообще молоточек но в принципе тут все такое лопатки щипцы хотя есть щипцы в другом наборе но это щипчики побольше а вот этими лопатками я пользуюсь очень редко и их я вот на дачу отвезу пускай там буду там больше пригодятся это на выкинтштейн пойдет у меня лопатка она уже старая и такие краешки уже знаете такие как сказать так как обгрызанные в общем вот вот про вот эту штучку я говорила кругляши делать на вареники и остался нож для сыра вот оставляю пока пока пусть будет вот это все что у меня на столе осталось я выкину сейчас приведу в порядок еще микроволновку давно она не видела моих рук для этого я беру мисочку всегда так делаю наливаю туда воду и добавляю лимонный сок ставлю минут на пять и все там она начинает кипеть но я думаю все знают это америку я не открыла здесь начинает кипеть и на стеночках микроволновки начинает образовываться конденсат да и все там отходит все эти там жирные брызги какие-то еще у меня микроволновка с функции гриля как мыть вот эту спираль пшикать на нее не знаю вроде мы и пользуемся этой накрывашкой ничего не помогает параллельно что у меня тут еще и мясо тушится вот вспомнила что его надо помешать вот и осталось у меня вот этот боковой шкафчик перебрать здесь у меня стоят баночки соусы и такие знаете запасы специй вот она нижней полочке стоит мультипекарь насадки так просто чисто протру здесь переберу кое-что посмотрю сроки годности что-то выкину вот какие-то крышки непонятные лежат все контейнер под специи протерла и складываю показывают кофе нам друзья как приводить даже не помню кто откуда выкидывать умели сунели у меня очень много потому что я люблю эту специю вот осталось еще для кимчи в общем всякие специи и для выпечки там ванилька разрыхлитель загустите для сливок загустите для сметаны тоже кладу иногда иной раз пригождается так как пеку я много и очень люблю это дело а эти штучки маршмеллоу тоже покупала для того чтобы делать цветочки на пасху найти на куличи украшать но у меня что-то не очень это все получилось этот соус выкидываю маринад потому что истек срок годности это тоже соевый соус хотя мне кажется соевый соус как бы там срок годности истек вот все лишнее убираю сейчас сложу все обратно шкафчик и все и будет красота еще целая банка меда у нас друзья привозили надо наверное не знаю медовик что ли спечь потому что стоит уже год наверно точно стоит до летом прошлом они привозили вот вот здесь у меня уже согрелась водичка все покипела там сейчас отключу микроволновку ой какая она у меня господи боже мой стыдно честное слово сейчас я забрызгала водичкой уксусной и просто протру ну чаши я соответственно помыла хорошо смоющим средством все протру все поставлю и будет микроволновкой тоже приятно пользоваться кстати а вы в микроволновке готовите какие-нибудь блюда я вот допустим нет я даже очень редко варю там допустим картофель на салат в микроволновке мы только чисто используем для того чтобы разогреть но максимум разморозить что-то все а вот блюда знаю что там и у меня функции всякие есть там русская кухня диетическое меню всякое прочее но никогда ничего в ней не готовила хотя у меня подружка и рыбу запекает и курицу готовит микроволновки а мы как-то больше но я по крайней мере больше привыкла пользоваться духовкой сейчас выставлю время на микроволновке хотя вот выставляю время на микроволновке хотя на него вообще никогда не смотрю на это время не знаю для чего я его ставлю ну наверно чтобы было всегда часы как-то на руки или тот же самый телефон я даже забываю что вообще что на микроволновке есть время и когда знаете свет отключают бывают такие периоды когда свет отключают время сбивается его там что-то но мигает да и хай мигает вот сейчас выставляю времечко ну и в принципе все осталось быстренько пройти по фасадам тоже их протереть освежить и кухонка будет у меня чистенькая ну конечно после уборки в шкафчиках насыпалась на пол всякой мелкой ерунды быстренько про пылесосе кстати этот пылесос я выписывал на алиэкспресс работает он у меня уже исправно три года вот он пришел как раз мне летом вот три года будет в августе месяца очень хороший пылесос мне очень нравится это сяоми дрима b10 классный пылик сейчас еще планирую выписать себе рейдми а редкий редкий w12 тоже с алика сейчас он там стоит 17500 да вот планирую выписать и будет у меня таких два пылесоса но конечно у меня есть обычный пылесос который мощный который обычный наш с чашей для пыли проводной короче говоря ну а вот эти прям спасибо что придумали такие вещи еще раз говорю какие люди замечательные умные которые придумывают такие облегчалочки нашей жизни и пока сидела на полу перебирала специи увидела какие грязные цоколи на кухне когда с шваброй елозишь да все равно какие-то брызги попадают и соответственно потом на эти брызги налипает пыль и очень очень грязный так что девчонки если давно не заглядывали на свои цоколи загляните протрите вот обязательно это буду делать вот пока глаз найти не упадет так и и не вспомнишь со вчерашнего дня у меня еще лежала курочка филе куриное я уже его вчера порезала сейчас быстренько замариную чтобы потом просто пожарю на гриле хочу давненько не делала шаурму домашнюю как раз сейчас домашние огурчики есть помидор правда домашних еще нет салат листья вместо пекинской капусты и будет вкусненько обареную просто приправка для курицы у меня чеснок паприка соль все пожмякаю уберу немножко помариноваться и потом закину на гриле будет вкусная курочка хоть так хоть в шаурбу салат я не знаю порезать я люблю просто вот кусочек курить с курицы взять и с салатиком вкуснота и объедение на салатике у нас какой дождь идет нас вообще редко бывают такие проливные знаете как на материке в краснодарском крае дожди такие прям стеной все очень редко у нас если бывает ну дождь то начинается допустим в понедельник и такая морозь и может закончиться в четверг допустим а вот это прям такой сильный дождь да и сразу так серо темно их ну ничего зато растяжки наши порадуются ну а у меня уже давненько приготовился плов он даже успел остыть и мы уже успели поужинать и я сейчас переложу его в контейнер чтобы убрать в холодильник мультиварку помою чашу мультиварки саму мультиварку протру и уберу на хранение всегда перекладываю готовые блюда ну кроме супа по контейнерам чтобы не занимать много места в холодильнике а вы также делаете и сейчас помою ягоды это черешня вкусная молдавская сладкая спелая прям черненькая такая я всегда ягоды мою в уксусе такой делаю слабенький раствор уксуса и все замечательно получается вот черешня у нас подешевела 850 рублей сейчас стоит недельку назад покупала стоило 900 рублей но ничего все равно хочется вкусности покушать сейчас на мою положу в красивую мисочку которая мне пришла свал берез такая классная беленькая форме сердечко и будем смотреть телевизор и кушать ягоды вам хочу сказать большое спасибо что смотрите оставайтесь со мной будем дружить и всем хорошего настроения мира и добра всем пока ждем у Субтитры создавал DimaTorzok